По тем акциям протеста, которые ведет сейчас, в частности, профсоюз Котов, и к нему присоединяются многие перевозчики. Я сегодня отправил открытое письмо межрегиональному профсоюзу водителей профессионалов, который возглавляет Александр Владимирович Котов, мой товарищ и коллега по борьбе за справедливость, в бытность мою, не депутатом еще. Мы с ним провели несколько протестных акций. Я был заместителем этого профсоюза, когда у меня был тяжелый период жизненный, потому что все силы бросил общественному движению, остался без работы, без куска хлеба, и Котов мне дал возможность иметь какую-то работу, не останавливая работу общественную. Поэтому я его знаю прекрасно, как человека, который прошел весь путь от водителя до руководителя профсоюза. Человек адекватный, жесткий, конечно, но тем не менее, который радует за справедливость. Сейчас перевозчики, не только входящие по СССР, но и все перевозчики, включая индивидуальных предпринимателей, у которых очень большое число свыше половины, это ИПшники, и крупные, мелкие транспортные предприятия, поставлены на грани выживания решением правительства о ведении платного проезда по федеральным трассам. Плата была сначала почти около 4 рублей, сейчас якобы 1,5 рубля снижается, но общественные организации при обсуждении этого шага настаивали на введении платы максимально 50 копеек-рубль. 50 копеек-рубль. Первый. Настаивали на проверке этой методики, на обкатке, на тестировании этого проекта. Как известно, в Беларуси тестирование аналогичного проекта заняло год, в Германии два года. Мы здесь, в Бухте-Барахте, с 15 ноября вводим уже платный проезд по федеральным трассам. При том, что ни алгоритм согласования и получения разрешения оплаты, ни абсолютно безумная логистика всего этого проекта не выдерживает никакой критики и не может не вызывать ничего, кроме социального напряжения, что мы уже сейчас видим. Люди поставлены на грани выживания, доведены до отчаяния абсолютно. Потому что в случае, если какие-то из ЭПшников и транспортных предприятий выживут, если это вообще-то произойдет, то все фискальные искусственно созданные обременения, они перенесут стоимость товаров, услуг, которые они производят и перевозят. Соответственно, это разовьет новый виток инфляции, новую спираль инфляции. И мало этого, просто люди останутся без куска хлеба. Учитывая, что огромный, большой процент на этом рынке индивидуальных предпринимателей, которые должны кормить семью каждый день, то люди, доведенные до отчаяния, сейчас придерживающиеся еще каких-то принципов, ну, скажем, ну, каких-то тормозов, а я их в своем письме просил проявить выдержку, значит, мудрость, выдержку и терпение, которые не хватает некоторым нашим чиновникам, они могут пойти на отчаянный шаг и просто перекрыть федеральный трасс. Мало не покажется никому. Это не угроза, они предупреждали, что предупредительные делают мероприятия протестные. Они двигаются либо по крайней правой полосе, либо встаются аварийками. Но я вот знаю, по тем данным, которые сегодня успел посмотреть, ситуация сложная во многих регионах. Они не перекрываются? Нет, пока не. Они сказали, что предупредительные. То есть они двигаются с маленькой скоростью, то есть уже создаются, естественно, пробки и так далее. Они никому не хотят делать плохо, при том, что если будут перекрываться дороги, то машины оперативной помощи будут пропускаться, естественно. Они об этом, Котов делал об этом заявление. Но понять людей можно. Повторяю, что без проверки, без обкатки, без отладки системы оплаты, оформления документов, значит, при безумной логистике, логистика в чем безумность логистики? Их обязывают заранее оплатить маршрут. Заранее оплатить маршрут. Из точки А в точку Б. А из точки Б в точку А двигаться по тому же маршруту. Шаг вправо, шаг влево, расстрел. Они не могут сделать крюк там в 10, 20 или 100 километров, взять попутные грузы и вернуться не пустыми. Не имеют права. Они будут подвергнуты штрафным санкциям. Штрафные санкции, мама, не горюй. Огромные штрафные санкции, как физическим лицам, так и юридическим лицам. Поэтому механизм, который не отрегулирован, не отработан, да еще и скроет столь неумело, топорно, без учета мнений профессионального сообщества, он ничего кроме социального вреда, социальные риски налицо, экономические социальные риски, ничего кроме этого он не принесет. Поэтому я считаю этот шаг, как лидер партии Всероссийской политической партии автомобильной России, ошибочным, непродуманным и ведущим шаг, который может привести к очень сложным, тяжелым социальным последствиям. Мало того, что мы можем парализовать целую отрасль перевозок, целую сферу транспортную, но мы еще и этим решением, под словом «мы» я понимаю, я хочу сказать не мы, а те, кто принял это решение, приводят к социальных котел, к критической точке кипения. Позиция Минтранса, которая вместо того, чтобы защищать профессиональное сообщество, и принимать участие в принятии взвешенных решений и так далее, вообще непонятно, какую позицию имеет, вообще непонятно, какую позицию имеет. Является ли инициатором этого проекта, или с молчаливого согласия этот проект реализуется, но почему столь уважаемое министерство, которое курирует всю отрасль перевозок, не сказало своего справедливого, веского слова, а фактически довело ситуацию до точки кипения. Мне эта позиция ни министерства, ни личного министра абсолютно непонятна.